дорогие друзья всем привет всем доброго времени суток сегодня хочу приготовить блинчики и селедку под шубой вообще вначале я хотела приготовить салат оливье для этого я сварил отварила все овощи морковку картошку яйца грудку что там нам еще надо захотела салатика приготовить ворошек есть огурчики соленые свежие есть думаю сделаю оливье потом что-то у меня переклинило оливье вроде делала недавно а шубы давно не делала короче передумала и решила приготовить шубу а грудка отварная у меня осталось вот она я ее нарезала вот только что думаю что же делать мне с грудкой холодильнике нашла пол пакета молока вот она взяла муку яйца сейчас замешу тесто и напеку блинчиков с мясом вот поэтому грудку я но из одной грудки не стала доставать пачкать мясорубку очень долго потом мыть ее я мелко нарезала грудку сейчас обжарю вот меня полторы головки лука обжарю лук добавлю туда мясо и порежу 3 вареных яйца вареные у меня вот яйца а вот у меня три яйца это для блинов как бы мне их не перепутать где какие где вареные где не вареные так сейчас мы займемся блинами попозже начнем приготовление шубы блины я в основном делаю всегда по такому рецепту как три стакана но обычно я делаю вот таких же всем покажу вот такими крошками вот 33 кружки боя одна кружка молока одна крошка кипятка и одна кружка муки но так как у меня молока побольше и чтобы она не оставался там грамм какой-то я беру вот такие вот вот такой вот не полный стакан молока столько же нам нужно будет муки и столько же такое же количество нужно будет кипятка так сейчас я сюда добавлю яйца добавлю 2 столовые ложки сахара сладко не будет 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 чуть послащённо добавлю соли еще можно чуть-чуть все перемешаем перемешала так стакан ополоснула ну как смогла на сухо вытерла сейчас добавлю муки тоже такой же стакан ну вот так куда у нас было итак высыпаем муку такое же количество сколько у нас и молоком было высыпала все надо было частями сейчас будет комочки замахаюсь замешивать ладно справимся я думаю да никаких комочков особо нету долго я не мешала поставила чайник сейчас закипит ну и прям в этот же стакан где была мука налью кипяток ох смотришь через камеру не особо хорошо видно разлила вот такого количества полотенцем и тоже выливаем сюда завариваем наше тесто все хорошенько перемешиваем смотрите на сразу какое стало пузыриться начала линчики будет у нас с пузырьками вообще должны быть с дырочками должны быть с дырочками по идее как получится в этот раз не знаю обычно всегда получается да сейчас мы замесим так все тесто у нас готово его надо будет оставить на 15-20 минут чтобы она постояла за это время мы порежем лучок и поставим его обжариваться поставила сковороду с маслом начала резать лук лук режу кубиком мелким лука будет до полторы головки потому что грудка суховатый чтобы было посочнее лучок жарится грудка а сейчас я почищу вот эти три яйца и порежу их тоже мелким кубиком овощи я вчера вечером отваривала пару картофелин морковка было 6 яиц внутри мне хватит я думаю на шубу три я туда лук почистила свеклу или свеклу варила сегодня утром перед работой так лучок у нас начал уже поджариваться я сейчас посолю и поперчу две вот таких вот ложечки добавлю соли и добавлю перчика черного и уже я думаю можно добавлять сюда мясо немножко мясо мяско обжарится соли добавила достаточно на мясо и на лук так ну что мяско уже готово лучком лучок еще и пропарился чтоб миленький был выкладываем сюда нарезанные яйца перемешиваем все вас я выключаю и яйца нам обжаривать не надо вот такая вот начинка у нас будет для пленчиков как раз и тесто у нас уже настоялось сейчас будем жарить попробовала начинку вкусная бесподобно думала пересолила думала соли много меня хорошо отличная получилась с яичком может лучше лучку зеленого ну ладно тут такого лука достаточно так приложу посуду и наверное в этой же сковороде буду жарить она небольшая и не маленькая на средние а на большой я не любитель жарить я такие средние блинчики это мне папик на большой сковороде любит жарить так а в тесто еще маслица добавлю растительного вот так и на сковороду немножечко на первый блин добавим посмотрим что у нас тут за тесто получилось в этот раз я говорю все время делала маленькие вот эти кружечками и всегда у меня получались хорошие блины дозу взяла больше посмотрим сейчас так ну вроде как сковорода нагрелась наверно половник один так как же мне надо поближе под подвинуть чтобы на плиту рак не разлить так еще и вам снять надо все это надо двумя руками делать у меня все одной вот уже на плиту намазала приготовила все и вилку и лопатку и нож не знаю чем сейчас удобнее будет переворачивать наверно толстовато тесто оно должно быть пупырчатое получше его перемешать какие-то комочки там у меня так смотришь хоть хорошо взбивала вроде нету из меня еще тот пекарь отходить вроде хорошо отходит от сковороды но еще рано переворачивать я просто не представляю как и сейчас буду переворачивать одной рукой второй снимать мне кажется это нереально короче первый блин комом почему-то он вот тут вот у меня гляньте тут хорошо нигде ничего а посередине начал он приставать зараза такой это ужас какой-то все все пошел хорошо отходить и надо было знаете как есть блогер и нас такого как она блины жарила но это походу я наверно из того же разряда но у нее наверно восьмой вот так получился первой вообще была каша так ладно почему он такой среди это гляньте странно первый блин аськи аська иди блин час год тебя давать сейчас он обжарится с другой стороны вообще комедия может не муки надо чуть добавить еще не пойму в чем проблема рецепт один значит попробую второй если будет такая ситуация то нары чуть-чуть мучиться добавлю одну столовую ложечку так у меня уже 2 жарится боже помоги дай бог чтобы нормальный был такая тут я хочу попробовать ой горячий очень что у нас тут получилось у теста вкусно даже очень вкусно ась ты наверно в пролете я сама съем шучу сейчас остынет и с ней поделюсь она любит вот эти вот хрумкать краешки что начали пузырьки вот эти большие появляться вот ножом видите поднимаю такое впечатление мне как будто кашка вот муки не хватает мне кажется он часы его потяну чуть-чуть и он опять он порвется уж очень прям такой вот я все-таки попробую мучиться чуть-чуть добавить час одну столовую ложку добавила муки сейчас перемешаю все хорошенько мне кажется стакан брать сухой когда я муку добавляла а я в мокрый насыпала и поэтому может быть там количество муки конечно там на дне по оставалось неполное получилось ой так надо переворачивать как это сделать то сейчас он не порвался сейчас девчонки отключусь что получится покажу короче такая же фигня пополам порвался видите растрепался так ну что третий пошел я надеюсь я надеюсь будет хороший так боже помоги он даже лег на сковороду совсем под руку так ну что этот вроде как такой прям знаете видно что плотненький прям должен перевернуться а тот прям как не хуже сопля был что ты хочешь сказать что-то опять к среде не прилипнешь пора а то что такое сковороду менять и белью мать ура получилось а ну да видите не хватало немножечко муки слава богу все слава богу сняла блинчик продолжает дальше жарить так его перевернула чтоб та сторона она покрасивее было снаружи такая тут это видите он с начинкой себе делаю я мы сразу буду заворачивать добавим мясо завернем вот такие вот красавцы у меня будут получаться слава богу а вот это я сейчас доем вкуснятина тут переворачиваем все отлично переворачиваются прям ножичком поддеваю 1 1 ты перевернулся все слава богу теперь сейчас я быстренько пожарю пережарим что блинчики у меня шикарные получаются смотрите какие то дам тесто много делала раньше уже немножко осталось может быть еще блина на 4 остальные делаю сладкие сметаны с сахаром и конвертики сделаем все девчонки вот мои блинчики готовы это вот с мясом вот эти вот все с мясом сколько их тут получилось 5 6 7 8 блинов с мясом вы Вы видели, что мясо у меня было там маленький кусочек ротки. Вот такие вот блинчики. Такая вот красота. Так, а остальные я сейчас допеку и сделаю их со сметаной. И посыплю сахаром и сверну конвертиком. Будут такие вот сладенькие. Так, переворачиваем. Вот так они, видите, как переворачиваются. Опа, и все. Так, этот блинчик со сметаной. Сейчас я ее размажу. Много не буду сметаны, то сильно жирным будет. Ох, как запахло сразу. Так, сметана. И немного сахара. Вот так вот. Все, теперь свернем вот так вот конвертиком. И сложу вот туда вот на тарелочку. Будут сладенькие. Можно было тортиком один на один выложить, смазать каждый сливочным маслом и посыпать сахаром. Ну, сметана есть, поэтому со сметанкой. Так, переворачиваем здесь. Ну что, девчонки и мальчишки. Вот мои блинчики. Вот такие вот. Эти вот с мясом. А эти вот со сметанкой и с сахаром. Заварила чаек. Приглашаю всех к столу, кто какие любит. Кто мясные, кто сладкие. А я жду папика. И потом он будет ужинать. Я съела вот эти вот два неудельных блина первых. И мне это с головой предостаточно. Ну, а это видео я буду заканчивать. Селедку под шубой буду делать. Буду снимать в другое видео. Потому что это получится очень длинное. И будет очень утомительно смотреть. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видео. Ставьте лайки, если вам понравилось. Пишите комментарии. И всем пока-пока. Продолжение следует...